Вот такой вот получили мы сегодня шикарный, шикарную вещь. Сейчас будем разбираться где ее надрезать. Здесь? Угу. Наверное, да? Ничего нигде не сказано. Кузя, иди. Тебя тут не было еще. Как же без тебя-то? Кузя, иди. Тебя тут не было. что-то сверху такое есть а это я знаю что это стол это стол для неё вот он какой экстеншен тейпл у креатив ванн ванн начитаю так вот открыть то интереснее Вот такой столик, такие ножки, только две ножки, такие классные, прорезиненные, такие, такие приятные, ладно, успока нас здесь, так, продолжим нашу распаковку. Фу, как же ее поднимать-то, ой, ставь на полуродка, а что ж ты делаешь? Ну вот так, вот здесь вот ее надо открыть, вот так. Ой, не вздумай выбрасывать упаковку, потому что дяденька, который продал, сказал, что гарантия на эту машину 5 лет, внимание, 5 лет, но нужно сохранять вот это вот. Ну, я думаю, пластмассу не надо, нету, не пластмасса, как он называется, а упаковку надо 5 лет, хранить ее надо будет где-то. Вот такая педаль, вот здесь к ней, слушайте, она педаль совершенно обыкновенная, я так надеялась, что придет вот эта фирменная, вот такая вот, большая, широкая, ну а здесь, как бы, стандартная, обыкновенная, разочарована, в общем. Ну, опять, шмот питания. Так. Как-то ручка же должна быть, что ли? Ну, это понятно, что так, а ручка-то где? А ручка вот она, запакована, все понятно. Ну, тадададам! Лиза на голову выключить, там непонятные звуки такие, вот она, знаешь, где там еще в коробке кое-что есть? Ой, какая она тяжелая, мама дорогая! Фу, я осталась вообще без рук. Наверное, что она где-то в районе 10 килограмм, чуть больше, может быть, или чуть меньше. Вот такая вот она. Что тут еще идет? Это, это, я не знаю, что это такое. Это какие-то знаковые причем, да? Что, 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 100 штук сюда всунулили разные. Не знаю, вообще-то какие-то рекламные ответы. А, может быть, нет, ну, на контактное. Вот, руководство по эксплуатации, которое я уже распечатала на русском языке себе. У меня уже оно есть на русском. А это, я так понимаю, гарантийный талон. Можно заполнить. Ну да, и такое вот у меня есть на русском языке. Ну, вот потом сложим все. Получим все. Получим все. Получим все. Получим все. Получим все. Получим все. И еще дали что? 10 шпулек, но без клипс, которые нитки держат. Тот фаб, конечно, уступил бренду Бразер. У Бразера шли такие симпатичные-симпатичные клипсики, чтобы нитки не разматывались. Ну, вот как-то так. Смотрим, что у нас вложили здесь. Вот такой вот для хранения всего двойной. Вот на фотографии, когда показывают, у них здесь идет такой прорезиненный такой коврик. Все разделено, туда шпулечки вставляются. В реальности ничего этого нет. Так, здесь тоже еще вот три шпульки, да? Ну, то есть, те шпульки шли как подарок, я так понимаю. Они, видимо, просто были засунуты как подарок. Вот это лапка для петель. Далее два войлочные двери. Это большие бобины держать. У них нитки, чтобы они не разматывались. Это для большой бобины прижимное колечко. Сразу идет набор иголочек. Иголочки. Разные 70, 80 и 90. Это универсальные. Потом дальше идет 90 на джинс и 90 на стрейч. Хороший наборчик. Держатель. Для бобины. Кисточка стандартная, как везде. Хотя вот здесь очень остренькая. По сравнению с другими. Такой остренькой я нигде не видела. Милая такая достаточно. Щеточка. Ну, жалко, конечно, что нет кошелечка, как у Бразер. Здесь они тоже проигрывают Бразер. Четвертка. Нити-вспарыватель. Стандартный. Вот это вот волшебная такая вот подставочка. Она с одной стороны больше, с другой меньше. Она, значит, используется для... Ее подставляют под лапку, когда надо либо соскочить с толстой ткани, либо утолщение прошить. Вот, и еще для чего-то. У меня какое-то еще другое есть назначение, но я не знаю, какое. Так, и как нам открывать? Как-то же должно быть удобно это. Интересно, как? А, да, удобно. Вот здесь вот. Так. Сюда сразу наденем один. И вот эту вот я сразу сюда вот так вот надену. Вот. Все, да? Это дополнительное еще можно надеть. Куда он вставляется? Куда он вставляется неизвестно. Здесь что-то можно, наверное, открыть. Может, сюда, куда-нибудь. Ну, потом разберусь. Пока не вижу, куда. Окей, это под него будет. Может, сюда. Так. Что у нас дальше идет? Четыре таких шпульных колпачка, пятый в машине. Ну, и, конечно, вот самое главное, это лапки. Это вот для маленькой. Сразу положу сюда, для маленькой катушечки. Вот. И самое главное, это лапки. Да, самое главное. Практически все есть. По-моему, одной какой-то я не нашла, которую надо купить. Она здесь есть для нее строчки, но самой лапки нет. Это направитель ткани. Сюда вот он вставляется. Вот как-то так, по-моему. Да. Да, вот так вот. И, да, вот так. И закрепляется винтом сзади. И стягать можно с помощью нее. То есть ровненько. Это лапка для свободной тягания, свободной вышивания. Вот. Я ее не думаю, что буду использовать. Хотя, может быть. У ключик вот такой вот еще есть. Да, куда-то его надо положить, чтобы было удобно. Вот. Значит, вот эта вот лапка для АБС. Как она АБС называется? Вот эта вот система продвижения сзади дополнительного. А здесь нету ее. Вот две знаковых лапки. Они, в принципе, стандартные. Это тоже без системы. Но я не знаю, для чего она. Надо будет разбираться. И это вот для... Так она идет. Это для пришивания молнии. Вот. И это вот волшебная такая замечательная абсолютно лапка для... Она сбоку очень хорошо решит. И она для верложивания. Вот так вот она идет. Так вот это вот настраивается. И устанавливается. И можно состыковывать две ткани. А вот это между ними будет. Можно верложивать. В общем, замечательная такая вот лапка. Ну, вот такая вот комплектация в машине. Я вот эти вот не выбрасываю металлические. Штучки. Как будто знала, что они будут нужны. Зачем я их берегла, не знаю. А теперь я с ними шью маски и на переносицу их использую. Очень удобно. Рекомендую. Такое ноу-хау. Закрывается. Все тут. Включаем. Так вот слетится. Что-то хочет она, что-то с иглой я должна сделать. Так, поднять иглу. Не знаю, как ее поднять. В общем, она что-то не работает. Непонятно что. Буду сейчас разбираться. Сложу назад мешочек эти лапки. Во-первых, надо переключить сейчас машину на русский язык. И тогда уже начать разбираться. Так, единственное, что я покажу сейчас, это столик. Попробую переставить. Смотреть, как она будет еще выглядеть со столиком. Вот так вот. Для него тут вот выемки есть. Ну, вот такой вот рабочий столик. Ну, достаточно это неплохо. Усковато, конечно. У них для другой модели есть стеклянный вот такой. Но, к сожалению, это стеклянный сюда не подходит. Я бы, конечно, хотела это вот тоже стегулироваться. Так, что же они хотят-то от меня? Так, ну, игла тут. И что? Ну, не понимаю я. Ну, сейчас буду разбираться. Так. 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 Так.